Итоги 2014 года в Минсельхозе Края отмечают как плоды работы результативной. Почти все продукты для так называемой продовольственной корзины Ставропольца Край получает должного качества и в нужном объеме. К примеру, производство мяса по сравнению с прошлым годом выросло на 7%. Не так давно отстающее молокопроизводство также утвердило позиции. В этом году это больше 520 тысяч тонн и первое место по УДОЮ на всем Северном Кавказе. Помимо этого, по заверению министра, есть чем похвастаться и растеневодам. Мы в этом году приросли на 30,5 гектар по площадям защищенного грунта. У них и 15 гектаров весенних теплиц, которые дали краю ранние овощи и дали рассаду для последующей высадки в грунт. Уверенно, регион занимается и освоением федеральной помощи. В этом году краю удалось заполучить больше 6 миллиардов рублей на поддержку отрасли. Еще 4 миллиарда вложили инвесторы. Неплохой плацдарм для дальнейшего поступления прибыли обещают и 12 амбициозных инвестпроектов, которые до конца года введут в эксплуатацию. Посчитал важным Мартычев и упомянуть о сельхозпредприятиях малых и средних размеров. В этом году они заметно поддержали свои работы из Тавропольский рынок. За это уже в следующем году больше денег выделят на их модернизацию. Так вот, прирост по мясу они сегодня обеспечивают КРС 25%, это серьезный показатель. Правда, база небольшая. И производство молока 32,7%. То есть на треть они увеличивают производство. К следующему году планируется, что за счет такой аграрной политики край улучшит показатели всех направлений отрасли как минимум на 1,5%. Значительно приумножить эти цифры рассчитывают при помощи дополнительных федеральных вливаний в размере 20 миллиардов. Потратят их на укрепление научного подхода к работе. В этом контексте и строительство логистических центров, лабораторий и калибровочных заводов. Планируется, что на 10-15% увеличится экспортный рынок. Вплотную в регионе обещают заняться селекцией и в будущем отказаться от зарубежных семян. Создан крупный селекционно-генетический центр. Там производятся отечественные семена сахарной свеклы. Нам никогда не поздно к ним вернуться. Они дешевле, но они пока на сегодня не дадут тут урожайности. Стоит добавить отчет Александра Мартычева начала целой серии встреч журналистов и чиновников. До конца декабря на пресс-конференциях о работе своих ведомств отчитаются все ставропольские министры.